ребята всем привет меня зовут инесса рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем своем видео я хотела бы показать вам свою готовую работу которую я завершила на мне полностью готова и также показать свои немногочисленные но все же рукодельные покупки начать я хотела с картины со своей с которой у меня уже готова завершена это вы видите на столе от производителя зоя картина снеговичок которого я заказывала на алиэкспресс и выкладывала в рамках своего же совместного проекта зимняя сказка он у меня конечно немножко затянулся я его начала выкладывать 1 декабря закончила 21 декабря то есть ровно три недели на него понадобилось хотя картина небольшая 30 на 40 круглые стразы но все же поскольку эти предновогодние предрождественские подготовления и суета и все на свете и все вместе и времени совсем нет поэтому как то вот так вот у меня получилось достаточно долго поскольку я все-таки стараюсь даже если у меня это не каждый день получается я особо там не напрягаюсь по этому поводу я делаю свои работы свои картины только исключительно в свободное время без стресса без какой-то суеты без какой-то гонки за спиной что вот нужно быстро-быстро потому что нет времени либо если кто-то стоит над душой и тоже я вот прям через силу это делаю нет я исключительно делаю когда у меня появляется время в этот месяц и время было очень-очень мало свободного поскольку все время меня отнимает ребенок плюс приготовление к праздникам я свои работы уже как-то рассказывать делаю исключительно или когда у меня муж дома и отвлекается с ребенком там играют или не на улицу ходит или еще что-то или когда у меня ребенок спит в остальное же время я вообще даже не притрагиваюсь поскольку у меня дочка сейчас в таком возрасте что ей все интересно я не могу просто сесть за стол дать ей игрушки чтобы она играла сама здесь есть выкладывать это просто невозможно потому что ей интересно и нужно все видеть что-то мама делает у нее там что-то в руке мне это срочно нужно что она там где-то делать мне нужны все кристаллики мне нужно все потрогать все стянуть со стола если она это не получает начинается конечно же скандал поэтому это себе дороже и как-то вот чтобы посадить его куда-то отвлечь включить мультик и пусть сама собой целый день занимается я такое не приветствую не практикую и очень так к этому негативно отношусь поскольку не знаю в моем понимании лично для меня каждый конечно решает для себя свои приоритеты но для меня все-таки ну хобби хобби но если я ставлю на весы своего ребенка и хобби то как бы тут даже без вопросов естественно ребенок выигрывает я тут даже не пытаюсь что-то как-то там где-то прятаться ее там куда-то типа в стороночку иди делай что хочешь я тут хобби занимаюсь нет такого нет поэтому хоть времени мало но все равно она иногда появляется и иногда есть возможность немножко повыкладывать поэтому да вот так долго у меня длилось только я только у меня длинное вступление и сейчас я покажу вам работу вообще что собственно говоря у меня получилось вот мой снеговичок такой позитивный замечательный прекрасный красивый снеговик таком ретро стиле у него такой пиджачок прекрасный темно-синий красный шарф под пиджаком красная жилетка черный цилиндр на цилиндре сидят птички он также держит в руке скворечник на руке птичка сидит вокруг него птички прыгают кругом вокруг него елочки снег зима в общем очень новогодний очень прекрасный сюжет сама работа мне очень понравилось конечно были небольшие проблемы именно с качеством поскольку вообще сами кристаллики в принципе качество были хорошего тут я как бы придраться не могу встречались конечно и бракованный но я на это тоже не обращаю внимание это абсолютно нормально сами по себе не были хорошие очень люблю как того для себя это установила такой факт очень люблю круглыми стразами выкладывать работу почему-то вот в данный момент даже больше чем квадратными наверное просто устала после своей огромной феи набор такая большая я немножко подустала от квадратных страз и вот сейчас отдыхаю и наслаждаюсь указу кругленькими и мне очень нравится единственное что тут была проблемка с клейким слоем я так и не поняла вообще почему и как но ладно чтобы было пару таких складок которые в которой с воздухом которые полосочки такие я уже как могла там утюжила и все чтобы этого было не видно ну по моему я смотрю в камере это особо в глаза нигде не бросается так прям незаметно если я вам сейчас не покажу вы не увидите но я вам покажу через минутку да и сам клейкий слой почему-то оказался не очень клейки то есть так вот если до него дотрагиваться он клеился хорошо а кристаллики вот я по выкладываю например вчера или позавчера причем это все время закрываю то есть не то что не открыто стоит и уже там где полностью меня выложены эти крисыль просто отваливались вот просто них приходилось вставлять на место прижимать рукой не знаю как то вот так получилось очень-очень странно но я все равно справилась работа готова сейчас вам водно блестит посмотрите как переливается покажу сейчас чуть поближе вот так мой снеговичок выглядит сблизи почему-то тень падает камера большая вот видите здесь вверху даже видно немножко приподнятые кристаллики там была такая большая складка воздушная я ее как не прокалывала как не утюжила все равно ну хотя бы получше что вообще прям вздыбливались кристаллики так очень аккуратно мне очень нравится получилось вот так конечно сблизи когда смотришь кажется просто мишанина цветов на самом деле это птички на ветке а так конечно цвета очень приятные глазу прям смотришь и вот не устает глаз вот когда бывает очень очень яркие цвета а то прямо устаешь такие яркие цвета выкладывать а тут они все приглушенные нежные красивые очень осталось довольны результатом что пока с ним сделаю я не придумала но обязательно чуть придумаю но это уже думаю в следующем году поскольку чаще все ду в думу в ожидании весны а уже следующей зиме чего-нибудь придумаю что-то мне голод стал пропадать вот такой позитивный снеговичок красота конечно детализация могла бы быть получше но что взять работа 30 на 40 небольшая может быть маленькая поэтому детализация соответствующая но для такого размера я результатом очень даже довольна часть вам покажу поближе посмотрите как он мерцает сияет я работу после окончания после завершения работы очень как интенсивненько прогладила утюжком по левой стороне по обратной чтобы вот этот клейкий слой нагрелся немножко подрасплавился и возможно более таким слов более закрепил все это дело все эти кристаллики потом поверху я покрыла лаком он весь уже высох он уже такой вот смотрите как мерцает по-моему мерцает еще даже больше чем мерцал до того как очень нравится еще покажу через минутку вообще прямо сблизи-сблизи как это выглядит да и вот такая вот работа у меня получилось как я уже сказала повторюсь что я выкладывала в рамку своего же совместного проекта на которые мы организовали с катерина федорович называется зимняя сказка это совместный проект по алмазной мозаики приуроченный к рождественским новогодним праздником он еще продолжается стартовал 1 декабря если есть желающие принимайте участие с удовольствием будем рады вас видеть заявки на участие можно будет оставить по ссылочке которые оставлю под описанием к этому видео также там вы найдете все условия и вообще все что касается организации этого проекта совместного да что еще нужно сказать совместный проект продлится до 12 января включительно поэтому время еще есть вступать можно в любое время с любым количеством работ единственное что ваша работа должна быть не меньше размера 30 на 40 и на любую зимнюю тематику зимнюю новогоднюю все что угодно все что связано с зимой новым годом это могут быть какие-то зимние пейзажи там он бы снеговики это могут быть деды морозы это может быть елочка это может быть все что что угодно может просто заснеженная елка стоять в лесу просто вот зимний пейзаж какой-то все где есть зима снег и в принципе понятно что речь идет о зиме понятно ромашки не подойдут а все что касается зимы нового года новогодних праздников все все это подходит поэтому здесь можете волю своей фантазии дать также это могут быть любые квадратные круглые стразы это может быть частично полная выкладка это могут быть обычные страз могут быть спец страз то есть абсолютно воля вашей фантазии дана на полную катушку да мы также с катериной выкладывали в рамках нашего проекта работаю не знаю буду ли еще какую-нибудь сейчас работу выкладывать хотелось бы начать уже немножко что-то другое но чтобы было вам не скучно мы также и на зимнюю тематику работку начали 1 декабря и выкладываем не знаю как там у кати дела но моя вот она готова сейчас я быстренько вам покажу что у меня осталось по кристалликам они были вот такой вот моей коробочки всем уже известным да выкладывали вот с обычным лоточком обычным стилусом как вы видите на стилусах нету насадок почему потому что все-таки точка у меня как-то добралась до этой коробки и просто их по сгрызала ни на одном ни на втором поскольку я выкладываю обыкновенными стилусами пока какие-то специальные стилуса какие-то особо я не покупала как-то чтобы что-то все собираю собираюсь но так что-то я не соберусь да и вот это все кристаллики которые у меня остались сразу скажу остались у меня кристаллики всех цветов абсолютно все у меня осталось то есть запас был хороший некоторых даже очень так много осталось вот коричневенький то есть вся работа была в таких коричнево-серых тонах вот одна насадочка которую надо грызла не уже непригодна но у меня есть запасные поэтому это не страшно у меня все 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 осталось все у меня было организовано в таких зип пакетах очень много таких вот бежевых тонов осталось там вот где таких вот буквально пару штучек я конечно это сохранять не буду это все выброшу а вот там где такие достаточно много я это оставлю да это что касается моего снеговика я думаю перейдем ко второй части нашего видео это рукодельные покупки их у меня было немного но хотелось вам показать поскольку я на что-то вот как там говорила в последнее время увлеклась вышивкой бисером вышла уже две работы на деревянной основе оставлю снеговика фоном чтобы был не голый стол и что-то мне как-то вот обычными ножницами стала не очень так-то камильфо там ниточки обрезать как-то то она затянется то потянется то разрежется то не разрежется и я решила почему бы мне как настоящая рукодельница не заказать где нибудь например на алиэкспресс красивые ножнички чтобы собственно говоря сделаем вы посмотрите на эту красоту они конечно были на фотографии красивые но когда они ко мне пришли я просто если честно обалдела они уже с таким голубым синим маячком я вам сейчас их покажу в такой вот прекрасно романтичной упаковочке посмотрите какие они прекрасные они мне настолько понравились я просто честно была удивлена во-первых такой красотой они такие в таком барочном стиле под старину сделаны с затертостями с прекрасными вот цветочками видно на ручках сразу шел маячок синий я бы конечно сама выбрала маячок и чтобы было бы другой цвет но в принципе считаю что тоже подходит и самое что главное они очень упругие очень удобно лежат в руке и очень острое я их уже испробовала очень покажу вам кончичку они очень хорошо режут очень хорошо не очень острый и они просто прекрасно теперь я как настоящий рукодельница в обладаю такими прекрасными ножничками оставлю конечно ссылочку на них и к этим ножничкам я заказала себе вот такую вот игольничку чтобы мне было где храните мои иголки чтобы они не валялись где попало и что не дай бог мой ребенок до них не добрался когда-нибудь где-нибудь потому что у меня сейчас дочка везде где ее только нет вот такая игольничка в этом же стиле у того же продавца там можно было сразу набором заказывать вот эта игольница ножницы нить и вдеватель шила и еще что-то или по отдельности поскольку мне весь набор был не нужен она очень упругая обычная игольничка туда ложишь иголочки закрываешь и вот такая красота посмотрите разве это не чудо я очень довольна осталось настолько хорошее качество настолько она красиво все сделано и обработано мне очень нравится вот такой вот у меня наборчик теперь появился я прям смотрю даже жалко пока пользуется я пока просто смотрю на просто рядышком все время лежит я любуюсь но пользуется пока рука не поднимается но чувство уже нужно начинать поскольку ну хватит смотреть также я заказала на сайте amazon на нашем поскольку мне в первом наборчике сшивание бисером не хватило нить мне пришлось свою брать своей дошивать обыкновенной по-моему нам синтетическое не помню сейчас на я решила на всяких пожарных заказать на для для на такой случай чтобы у меня была нить заказала на амазоне вот такой рулончик не так это моно нить я так понимаю такая вот тоненькая лесочка 200 метров что-то тут какие-то обозначения которыми вообще ни о чем не говорят ну вот теперь у меня есть такой моток о вот такой моток нити на случай если вдруг я решу вышить вышивать наборы или я вот сейчас задалась целью ищу где можно у нас купить схемы для вышивания бисером не набора именно схема бисер сама бы подобрала и пока я конечно схем не нашла но на всякий случай уже заказала нить самое что интересно заказала на амазоне ждала очень долго на месяца полтора-два уже удивлюсь почему такая долгая доставка что такое что такое приходит мне посылка я смотрю обыкновенный пакетик это пластиковый пакетик который приходит обычно с алиэкспресс и там все как вот на обычных посылках от алиэкспресс обычная та же наклейка все по-китайски с иероглифами все я думаю я ничего у них там не заказывала такую маленького еще думаю что это такое ну ладно посмотрю стрюнить они получается на не продают а вырезать заказать напрямую с китая и тебе шут с китая то есть я таким же прекрасным образом могла бы в китае все заказать также ждала бы два месяца но поскольку долго ждала переживала почему-то заказала втрой набор волшебная страна и думала что мне хватит нити я пошла в магазин и и купила себе еще вот такие два моточка белый и черный бисерной нити 200 метров сделано в нидерландах написано не знаю какая тут толщина честно тут что то есть обозначение но явно что-то не разбираюсь но это не бисерная нить у меня теперь белый и черно-черная почему потому что мне понравилась одна очень схема на сайте в ад перестан на черном фоне два розовых фламинго да поскольку черный фон то там же как черный вышивать поэтому я думаю что в может быть при следующий раз когда я буду в беларуси как они блестят класс я куплю себе эту схему подберу бисер и буду вышивать черной нитью поэтому мне теперь вышивая не хочу нити достаточно и даже есть и игольница есть ножнички то есть я вообще укомплектована жду только органайзер который кстати тоже заказала органайзер на вальдберрис от волшебной страны но он мне тоже пока в минске и когда там буду в следующий раз я конечно заберу и приеду уже буду с органайзером а сейчас ко мне идет с алиэкспресс обычный такой пластмассовенький органайзер чик на это время пока нет моего фирменного деревянного до жду тоже скоро должен перейти вот на этом у меня все что я вам хотел сегодня показать надеюсь было интересно пишите ваши комментарии вступайте в наш совместный проект делитесь вашими посылочками вашими приобретениями очень интересно будет посмотреть ставьте лайк если вам понравилось не забывайте подписываться на мой канал я на этом буду закругляться всех вас хочу поздравить с наступающим рождеством и новым годом пожелать вам всего всего самого самого наилучшего пусть в новом году все ваши мечты сбываются чтобы вы самое главное были здоровы чтобы все ваши близкие были здоровы не болели потому что без этого никуда а все остальное приложится ну а для рукодельниц конечно же побольше время времени свободного на рукодельное хобби для рукоделия и я думаю что в новом году мышка принесет нам все только хорошее и положительное чего я вам и желаю поэтому до скорых встреч скоро мы снова с вами увидимся пока пока